Улучшение качества жизни как в городах, так и в селах, в том числе отдаленных. Какие еще задачи поставил Рашид Семрезов на совещании по реализации нацпроектов? Очередная делегация из Карачева-Черкесии вернулась с передовой после личного общения с бойцами нашего региона. Хорошо узнать теорию и в 20-килограммовом обмундировании быстро обойти полосу препятствий. Какая спасательная команда стала лучшей в республике? Баршни и джентльмены и каждая кукла – неповторимое произведение искусства. Выставку эксклюзивных изделий можно посмотреть в Черкесии. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачева-Черкесия. Глава Карачева-Черкесии Рашид Семрезов провел совещание с членами правительства по вопросу реализации приоритетных нацпроектов. Для нас мероприятия нацпроектов – важнейший инструмент улучшения качества жизни наших граждан, как в городах, так и в сельских населенных пунктах, в том числе отдаленных, отметил глава. И речь идет не только о строительстве объектов, хотя их немало, только на 2023 год. Запланировано строительство, реконструкция и ремонт 160 объектов. Всего же по разным программам в работе более 200 объектов. Помимо строек, в рамках нацпроектов предусмотрены десятки мероприятий, направленных на качественное улучшение положения дел в различных сферах через достижение конкретных индикаторов снижения заболеваемости, увеличения рождаемости, продолжительности жизни, улучшения качества образования, здравоохранения, поддержка семьи, благоустройства территорий и улучшения экологии. Нам необходимо держать на постоянном контроле реализацию национальных проектов на территории нашей республики, которая является фундаментальной основой для существенного улучшения качества жизни наших граждан. Мы много об этом с вами говорим. На самом деле понимаем, что для республики реализация национальных проектов – это основное направление по улучшению качества жизни людей. Поэтому каждый из вас занимается этим вопросом. В принципе, нас можно подводить уже в итоге первого полугодия. Есть отставания по ряду вопросов. Надо внимательно смотреть не только за исполнением бумаги, процентном отношении, это и контрактация, и освоение, и кассовое исполнение. Это еще и самокачественная реализация самих этих вопросов. Это и стройка, и капремонт, и так далее, и так далее. В этом году мы идем с опережением и будем добиваться выполнения всех установленных показателей. По основным направлениям реализации национальных проектов в 2023 году, с учетом переходящих объектов, в 2022 году запланировано 160 объектов капитального строительства, ремонта и реконструкции, из которых 68 общественных и дворовых территорий, 36 участков ремонта автомобильных дорог и мостов, строительство четырех школ, 9 объектов спортивного назначения, 8 объектов культуры, 24 объекта здравоохранения. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» запланированы три мероприятия по строительству объектов водоснабжения, переходящих с 2022 года. В рамках регионального проекта «Жильео» запланировано 9 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, переходящих с 2022 года. Рисков недостижения или сыр в исполнении мероприятий на сегодняшний день нами не наблюдается. Очередная делегация из Карачаева-Черкесии, в состав которой вошли мэр Черкеска Алексей Баскаев, глава администрации Хабецкого и Абазинского муниципальных районов Тимур Жужуев и Руслан Кужев, вернулась с передовой после личного общения с бойцами региона. Они пообщались с нашими бойцами, с первых уст узнали о нуждах ребят, передали привет из дома. Настрой военнослужащих боевой, все нацелены на победоносное возвращение домой. В зону проведения специальной военной операции был направлен легковой автомобиль и гуманитарный груз, состоящий из продовольствия новых технических спецсредств, обмундирования и снаряжения. Арсенал военнослужащих из Карачаева-Черкесии пополнили новые антидроновые ружья, квадрокоптеры и тепловизоры. Подобные визиты позволяют региональным властям не только эффективнее выстраивать работу единого штаба в соответствии с запросами самих бойцов, но и поддерживать крепкий моральный дух военнослужащих, отметил Рашид Семрезов. Всем саламу алейкум. Хочу поблагодарить нашего главу, Рашид Семрезову, Рашиду и Африсову, за оказыванную нам помощь. Мы очень довольны вашей помощи. Просто больше, наверное, никто не делает. Обдовольное вам спасибо от всех ребят. Саламу алейкум. И всей республики. Саламу алейкум. На базе второй пожарно-спасательной части завершились ежегодные соревнования. За звание лучшего звена газодымозащитной службы поборолись 9 команд со всей республики. Какая команда стала лучшей, узнала Дарья Тендит. Звено газодымозащитной службы является неотъемлемым и важнейшим подразделением специальной службы пожарной охраны. Соревнования входят в обязательную подготовку, поскольку не просто определяет лучших, но и показывает направления, в которых данная служба может развиваться с учетом современных подходов к тушению пожаров. Это своего рода стимул. Каждый сможет показать, на что он способен в сложных условиях. Важно, чтобы сохранился дух и сплоченность команды при прохождении испытаний, отметил Мурат Ченкао. Сегодня мы проводим первый этап региональных соревнований названия «Лучшее звено газодымозащитной службы». Соревнования проводятся среди пожарно-спасательных подразделений нашего территориального гарнизона. Прохождение практических этапов – это не просто соревнования. Сотрудники отрабатывают и оттачивают навыки, которые после применяют в реальной работе, ведь любая ошибка может стоить человеческой жизни. В течение 15 минут команды должны были пройти полосу препятствий, которая требовала действий, как при реальном пожаре. Участники проходили испытания в полном обмундировании весом более 20 килограммов. Какой этап для вас оказался наиболее сложным? Наверное, теплодобокамера. Это всегда сложно. Нормально. Это наша работа. Мы должны этому обучаться. На пожаре не выкладываешься на 50% или на 10%. Там мы всегда выкладываемся на 100%. В этом году команды имитировали вскрытие дверей путем резки металлической арматуры, преодолевали забор более двух метров, ликвидировали условный пожар, используя огнетушитель. Также отрабатывали действия в лабиринте теплодымокамеры. Теплодымокамера – это тренажер, который имитирует ситуацию реального пожара. Плотный дым, громкие крики и шум, способный дезориентировать сотрудников. Заключительным этапом полосы препятствий стало выполнение тактической задачи. Два человека из команды в полном амундировании поднимались по пожарной лестнице на третий этаж учебной башни. Они должны были эвакуировать подготовленный манекен со значительным весом – около 85 килограммов. Оказав ему вначале первую медицинскую помощь. После выполнения испытаний участники всем звеном двигались в сторону финиша. Прохождение всех испытаний строго контролировали судьи. Они оценивали временные показатели и четкость действий. Ну, конечно, не легко, но это наша работа, что делать. Как сейчас ваше самочувствие? Нормально, отлично. В конце соревнований провели подсчет результатов теоретических и практических этапов. По итогам состязаний были объявлены победители и призеры. Так, первое место заняла команда второй пожарно-спасательной части города Черкеска. Второе место получил Хабецкий пожарно-спасательный гарнизон. Третье место у пожарно-спасательной части села Учки-Кен. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в России отмечается Пушкинский день. Известный также как День русского языка Александра Сергеевича Пушкина называют основоположником современного русского литературного языка. Его наследие очень богато, а произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Переводится на десятки языков мира. Искольние трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. На протяжении многих лет команда вестей вспоминает творчество великого поэта. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, И для него воскресли вновь И божество, И вдохновение, И жизнь, И слезы, И любовь. Моя любовь, Моя отрада, Сторонка тихая моя, И рощ зеленая прохлада, И речки светлая струя. Я был рожден для жизни мирной, Для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирний, Живее творческие сны. В чужбине свято наблюдаю Мирною душой небесный ангел тишенья. Творцу молитесь, Он могучий, Он правит ветром в знойный день, На небо насылает тучи, Дает земле древесную сень. Он милосерд, Он Магомету Открыл сияющий Коран, Да притечем и мы ко свету, И допадет сочей туман. Вот мой Онегин на свободе, Острижен по последней моде, Как Дэнди лондонский одет, И, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал, Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно. Чего же вам больше? Свет решил, Что он умен и очень мил. Сначала я молчать хотела, Поверьте, моего стада Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз, Деревни наши видеть вас, Чтоб слышать только ваши речи, Вам слово молвить, И потом все думать, Думать об одном, И день и ночь до новой встречи. Я знаю, что такое счастье, Ведь у меня теперь есть ты. С тобой я не боюсь ненасти, С тобой мои сбываются мечты. Цветок засохший без уханны, Забытый в книге вижу я. И вот уже мечтою странной Душа наполнилась моя. Пустое вы, Сердечным ты, Она обмолвец заменила, И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила. Стою задумчиво пред ней, Свести очей с нее нет силы, И говорю ей, Как вы милы, И мыслю, Как тебя люблю. Кто меня враждебной властью Из ничтожества возвал, Душу мне наполнил страстью, Ум сомнению взволновал, Цели нет передо мною, Сердце пусто, Празден ум, И томит меня тоскою От нозвучной жизни шум. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, Не сердись, В день уныния смирись, В день веселья, Верь, Настанет, Сердце будущим живет, Настоящее уныло, Все мгновенно, Все пройдет, Что пройдет, То будет мило. Далее смотрите специальный репортаж Светланы Шагановой С выставки «Кукла моей мечты». Сказка начинается с волшебных звуков. Роскошный новый зал, Будто собрал кукол на царский бал. И кажется, сейчас они оживут И закружатся в вальсе. И правит этим балом Замечательная фея, Мастер по изготовлению авторских кукол Ирина Неминущая. Она собрала авторов Из разных регионов России. Винтажные, будуарные, Фарфоровые, Современные куклы Выполнены в разных техниках. Вот это последняя моя кукла. Мне кажется, она очень такая светлая. В русской стилистике. Вообще у меня в планах Создать коллекцию кукол Национальных, Которые соответствуют Нашему региону, Корчево-Черкесской республики. Но вот пока только русская кукла. Надеюсь, что к следующей выставке Смогу представить Целую коллекцию кукол В национальных костюмах И всех народностей, Проживающих на территории Корчево-Черкесской республики. Ирина Неминущая Создает не только куклу Своей мечты, Но и необычные, Мягкие игрушки. И каждая Забавно по-своему. У меня вот такие вот Малыши, То есть он абсолютно Подвижный, С ним можно играть, Ну, Аккуратненько, Но он считается Более игровой игрушечкой, То есть у него Все подвижное. Есть в моей коллекции И такие работы. Волшебную красоту Ирина воплощает уже давно. А с рождением дочери Желание творить Возросло. Она Как-то Наталкивает меня На какие-то новые идеи, Мысли, Вдохновляет меня. И я, конечно, Стараюсь не упустить момент, Не упустить эту волну вдохновения. И по ночам Что-нибудь создаю В своей мастерской. Куклы создаются с нуля, Вручную. И автор выступает Как скульптор, Художник, Дизайнер костюма и обуви, Модельер, Постежор. И так шаг за шагом. И мы видим Фантастические образы. Нежные барышни, Джентльмены в смокингах. И каждая кукла Неповторимое произведение искусства. Есть идея Сделать Хотя бы небольшой Тираж кукол Для того, Чтобы они Были не в штучном варианте, Не в единичном, А чтобы Те, кому они нравились, Могли приобрести, Последить дома, Показывать деткам, Рассказывать о костюмах, О нарядах. И показывать Красивые куклы В моем исполнении. Среди множества кукольных лиц Есть и будуарные Эпохи царской семьи. Будуарные куклы Появились в начале 20 века. В то время Они были Самым стильным Аксессуаром в интерьере. И сейчас, Благодаря искусным Мастерам, Будуарная кукла Возрождается. Будуарные куклы Тогда были предметом роскоши. И сейчас, Глядя на них, Представляешь, Как в них играли Маленькие барышни И княгини. Художник-коллекционер Светлана Пчельникова Глубоко изучает Эту историческую тему. В императорском доме Они хранились Под стеклом В витринах Закрытыми на ключи. Только когда императорица Поднималась на детскую половину Тогда девочкам Четыре дочери Великие княжные Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Тогда только разрешалось Открыть Примами При ее присутствии Витрины И какими-то Чайпитиями, Правилами Этикета, Воспитанием Занималась Александра Федоровна. А сам император Не покупал Готовых кукол Своим девочкам. Он покупал Кукольные заготовки, Головки, Ручки, Ножки, Чтобы они Постоянно Были в процессе Создания Вот в творческом Таком поиске И все время Заняты рукоделием. Каждая кукла Это неповторимое Произведение искусства. Кропотливая работа, Требующая от художника Не только фантазии, Но и солидного мастерства. Кукольный мастер Он специалист на все руки. И скульпторы, И художник, И дизайнер костюма, И постежор, Парики делаем. Владеем всеми техниками. Но больше всего я люблю фарфор. Он вечный материал. Находят какие-то Сейчас в музеях, В запасниках куклы, Которым 200-300 лет. Они из фарфора сделаны, И они абсолютно не изменили Свой внешний облик. Ну только, может быть, Чуть пыль убрать. У всех у нас ностальгия по детству. И многие, наверное, Хранят любимую куклу Или игрушку высоко на шкафу. И взяв руки, Да, мы вздуваем с нее пылинки. Ведь это вечный подарок из прошлого. Все мы родом из детства. Просто когда вырастаем, Вырастают вместе с нами И наши хобби, И наши увлечения. Я с детства любила кукол. У меня мама сама из детского дома. У нее своих игрушек не было. И ее вот это такое Трепетное, нежное отношение К мечте. И вот у Иры выставка называется Кукла моей мечты. Все сложилось. Светлана Пчельникова В Карачаево-Черкесии уже второй раз. Она вдохновлена работами наших мастеров. И, конечно, живописной гостеприимной республикой. Влюбилась в Карачаево-Черкесию, В людей, которые здесь проживают. Вообще, это солнце, горы, небо. Несколько раз уже приезжала просто, Ну, как турист. И когда Ира решила делать ежегодный фестиваль, Я привезла свою коллекцию. Здесь достаточно много художников С международными именами. Из Германии, из Краснодара, Там, из Калуги, Которые сами лично не смогли приехать. Но даже вот из Америки, Там, с Украины художники, С Белоруссии, Которые поддерживают наше кукольное искусство. Вот. Так что, ну, выставка получилась шикарная. Выставка, на самом деле, Очень сильная, Такого мирового уровня, я могу сказать. И я счастлива второй раз Участвовать в выставочном проекте. Погрузиться в творчество мастеров, Увидеть воочию всю красоту И оценить кропотливую работу Ирины Неминущей И всех талантливых людей Пришел министр культуры Зурап Агирбов. Я сам наблюдал, как она Сама училась делать эти куклы, Просто рассказывала в этом интернете. Потом сама начала ездить на выставки. И, наконец, в прошлом году впервые Привезла вот такую выставку к нам. Ну, а сегодня уже 150 мастеров. Меня это очень впечатляет. Это практически вся наша страна Отправила к нам кусочек своей любви, Своей красоты, своего мастерства. Вдохновлен увиденным И директор музея-заповедника Хаджи Мурат Эльканов. С открытием нового зала Появятся и новые выставки. Музей продолжает открывать новые площадки Для творческих людей. И ваша выставка – это просто как Удивительное событие в этом новом зале. Я надеюсь, еще у нас будет очень много Интересных встреч. Красивые куклы создают не только женские руки, Но и мужские. Среди множества мастеров В Карачаево-Черкесию приехал автор Уникальных шарнирных фэшн-кукол Кутюрье стилист Петр Тишков. Я хочу поздравить черкески, Я хочу поздравить Карачаево-Черкесию С таким очередным мероприятием. Ирочка, тебя поздравляю отдельно. Ты большая умница. Продолжай. Это потрясающее дело. Мне очень радостно, Что искусство создания куклы Шагает по нашей стране Такими шагами. И каждый, кто прикасается к созданию куклы, мишки, Любому рукотворному существу, Может почувствовать себя настоящим творцом, Вдохнуть жизнь в маленькое существо, Которое выйдет из-под его творческих рук. Выставка кукол открывает нам дверь в сказку. И каждый взрослый, почувствуя себя ребенком, И вспомнит свою необыкновенную куклу из детства. Ведь игрушки дарят радость, вдохновение, Делают нас добрее. И заставляют улыбнуться. И взглянуть на мир иначе. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.